Сегодня мы с вами вспоминаем самую страшную трагедию, которая произошла на земле за всю историю человечества. Изгнание из райского сада наших предков Адама и Евы. Господь благословил людей для земной жизни, сказал им, живите на земле, плодитесь, размножайтесь и населяйте землю. Но одно единственное условие Господь дал Адаму и Еве, чтобы они не ели запретных плодов, не вкушали с дерева познания добра и зла. Это дерево ничем не отличалось от других деревьев, его плоды были вполне съедобными. Эту заповедь Господь дал для послушания, чтобы люди просто научились слушаться Бога. И тогда бы они научились и жить по-божьему. Но, к сожалению, Адам и Ева не смогли этого исполнить. Они эту заповедь нарушили. И помог, в кавычках, конечно же, им дьявол, сатана. Потому что дьявол очень завидовал людям. Он видел, что люди живут в райском саду, в райских условиях. Они находятся в постоянном общении с Господом Богом. И вот он людей потолкнул на грех. Внушил Еве мысль, что если она съест запретный плод, она сама станет как Бог. И люди, поддавшись на эту ложь, нарушили заповедь Божию. Но после грехопадения Адам и Ева потеряли свой разум. Этот величайший дар, который был им дан, он сразу же был утрачен. Они стали безумными. Они попытались от Бога спрятаться, укрыться. Но спрятаться от Бога невозможно, потому что Бог нас всегда видит. Он все про нас знает. Но они пытаются спрятаться от Бога под деревом. Это поступок безумного человека. И тогда Господь спрашивает. Адам, где ты? Бог задает странный вопрос. Неужели он не знает, где находится Адам? Он прекрасно это знает. Он прекрасно понимает, что произошло. Он задает этот вопрос, чтобы слышать об этом от самого Адама. И что Адам отвечает? Он говорит, мне стыдно показаться перед тобой Божиим, потому что я наг, потому что я голый. Но до своего грехопадения люди не замечали свои ноготы. Они не понимали, что они голые. Они одежду не носили, как и ангелы. И в этом не нуждались. И более того, их тела окружал божественный свет. И когда они согрешили, они потеряли этот свет. И они увидели, что они наги. И тогда Господь спрашивает. А кто тебе сказал, что ты наг? Уж не ел ли ты с того дерева, от которого я запретил тебе есть? Еще более Господь подталкивает Адама к правильному ответу. И что нужно было Адаму сделать? Конечно же, покаяться и попросить прощения. Сказать правду. Но беда в том, что он этого не сделал. Он свою вину с себя сваливает. И указывает, конечно же, на свою жену, на Еву. Он говорит, вот эта женщина, которую ты мне дал, это она меня подтолкнула на этот грех. И я ел. Но получается, что он не только на Еву сваливает, но и на самого Господа Бога. Он говорит, что ты мне дал такую жену. Такую нехорошую, такую плохую. Может быть, надо было другую подыскать. Тогда бы этого не случилось. А так как ты мне ее дал, ты сам в этом виноват. Тогда Господь обращается к Еве и говорит, ты зачем это сделала? Она тоже не думает просить прощения. Она, в свою очередь, указывает на змея, говорит, что это змея меня соблазнил. Но змея – это дьявол, сатана. И делает добро. Он не может, он просто не умеет этого делать. Он всегда делает только зло. И поэтому с него Господь ничего и не спрашивает. А после этого выносит свой окончательный приговор. И говорит, обращаясь к мужчине, к Адаму, ты, за то, что приступил с заповедь мою, будешь в поте лица своего есть хлеб свой. Уже так просто, без труда, как это было в райском саду, тебе пищи доставаться не будет. Будешь возделывать землю. И земля, кроме добрых плодов, тебе принесет тернии и волчьцы. Сорняки – плоды, непригодные для пищи. Обращаясь к Еве, Господь говорит, ты в муках и болезнях будешь рожать детей своих. И будешь вечно подчиняться мужчине, мужу твоему. И обращаясь к змею, Господь говорит, ты на брюхе на своем будешь ползать по земле. Будешь всегда находиться в падшем состоянии. Вот такие страшные слова. И, конечно же, Адама подвело то, что он не принес должного покаяния. И сегодня, дорогие братья и сестры, когда мы с вами вступаем в Великий Пост, по традиции мы просим друг у друга прощения. И это очень важно для нас, чтобы мы не сваливали вину за свои грехи на других людей, чтобы мы не оправдывали себя, не говорили, что мы согрешаем, потому что нас ближние на это подталкивают, потому что нас соблазняют, нас раздражают, нас доводят до гнева. Не будем этого делать. А сегодня укорим себя. В себе увидим причину наших греховных страстей. И у наших ближних попросим прощения, чтобы и Господь нам также простил наши согрешения, как мы прощаем других людей. И чтобы и нам наследовать Царствие Небесное, где мы будем вечно приносить славу Господу нашему сладчайшему, которому держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова